здравствуйте дорогие друзья мы находимся в центре сам гейтс и беседуем с руководителем и организатором центра сам гейтс майкла нелехов сегодняшняя программа посвящена номерологии конкретно сегодняшнему дню я хочу задать мой первый вопрос что означает сегодняшний день с точки зрения о нумерологии какие можно дать рекомендации по этому поводу спасибо добрый день дорогие друзья добрый день наши youtube зрители владимир ну да давно мы не беседовали по поводу нумерологии давайте мы начнем с этого а потом будет еще интересные даты которых я хотел поговорить итак сегодня 19 декабря 2016 года конец года ну и что за день такой 19 декабря ну во первых давайте начнем с чего ну сегодня понедельник понедельник это день луны и это тоже надо так сказать учитывать поскольку он тоже несет себя определенные энергии и эти энергии именно лунные энергии то есть во первых цвет одежды цвет одежды и скажем некоторые атрибутика которые некоторые люди носят одевают и что в общем то дает им энергию и и этот цвет белый серебристый это касательно дня но тут интересно еще другая вещь поскольку 19 число это солнце а как мы знаем солнце и луна ну будем так говорить это две главные планеты сочетание солнце и луны дает очень и очень серьезный эффект и очень серьезные способности тем людям которые находятся под влиянием этих планет в данном случае 19 декабря это влияние на этих людей оказывает солнце уран и юпитер но азиатикальное созвездие это стрелец и какие особенности это то что 1 9 это единица а единица это солнце то есть единица солнце двойка луна то есть вот сегодня как раз присутствует вот эти две энергии и вот эти люди которые родились в этот день они обладают четко выраженным солнечным что ли так сказать характером а солнечный характер это жизнерадостность оптимизм это надежда и это так сказать радость жизни во всех его проявлениях но трудности они у всех есть они у всех возникают но вот эти люди которые родились именно от числа их очень благополучно и успешно преодолевают я сейчас говорю о такой нумерологии которая называется халдейская нумерология есть разные виды нумерологии на самом деле я уже говорил нумерология это та наука от которой к сожалению не осталось довольно много каких-то следов то есть очень и очень мало в астрологических много а вот нумерологии почти ничего не осталось но в основном определяется типы характера психотип скажем так человек определяясь с точки зрения нумерологии которая сегодня называют пифагорейская нумерология но об этом уже говорили неоднократно о том что сам пифагор он не разрешал делать некие записи и поэтому те следы которые остались это от тех учеников пифагора которые сами делали по себе заметки хотя в принципе не разрешалось сделать никаких заметок это просто уже по памяти они составляли и так далее вот это вот то что осталось но существует разные виды скажем западная нумерологии существует ведическая нумерология мы просмотрим несколько вариантов но в данном случае речь идет пока о халдейской нумерологии и качество характера этих людей определяется вот теми планетами и тем знаком когда они родились то есть для них в общем то все хорошо то есть в принципе у них все удается им если мы говорим о их финансовом положении то в общем то они всегда делают деньги они всегда делают деньги единственное какой момент и это диктуется очень другими нюансами скажем так о чем идет речь то есть единица она состоит в данном случае состоит единица и девятка 19 число то есть единица это чистое солнце девятка это марс это прекрасное сочетание то есть человек во первых разбирается во всех аспектах своей жизни он знает что ему надо делать более того он четко идет своей цели и он добивается своей цели как марс марс он могут разрушить все на своем пути но добиться своей цели и вот здесь как и родится опасность потому что ну так сказать не все нужно разрушать для того чтобы добиваться своих целей то есть есть выражение ходить по трупам мы сейчас не берем этих людей во внимание но опять же это достаточно справедливо есть люди которые именно так себя ведут то есть они готовы для достижения своей цели абсолютно на все мы кстати недавно говорили по поводу гитлера который по одной из гипотез продал души дьяволу для того чтобы завоевать власть на все меры чего практически добился чуть ли не добился а не совсем нет ему конечно не удалось почему потому что ну как это демоническая личность а демоны они рано или поздно они всегда будут побеждены светлыми силами так такой закон короче говоря это те люди которые обладают очень и очень сильным характером это те люди которые добиваются своей цели но метро вот не вирая ни на что и девятка в то же время это мудрость всех цифр то есть эти люди могут быть очень мудрыми если они будут находиться под влиянием жить не под влиянием ума а разума то есть понятие ум и разум это абсолютно разные вещи и эти люди которые родились в этот день они обладают поистине неиссякаемой энергией они добиваются всего как я уже сказал единственное в чем проблема может быть в отношении здоровья в принципе они всегда довольно здоровые люди они не имеют особых проблем со здоровьем физическим но что может здесь быть опасность какова они могут перенапрягаться в своем усердии в своем старании добиться во что бы то ни стало своей цели в своих каких-то мыслях которые они полностью уверены ну и в делах которые они начинают то есть это может быть нервный срыв нервное перенапряжение которое может потом последствия отразиться на физическом здоровье естественно вот то есть эти люди в принципе являются руководителями то есть они организаторы они должны обладать такими качествами конечно если они в детстве а к сожалению родители наши родители они не знаю таких вещей как правило в западном обществе то они понятно не прививают своим детям качества вот такие которые им по природе так сказать у них есть то есть они могут их напрочь забить и тогда люди рвутся рвутся из кожи вон они имеют проблемы на физическом плане природа их дает свое но в то же время те качества они не развиты для этого надо тогда обращаться к людям которые помогут им развить эти качества но соответственным образом они тогда могут завершить то что задуманное и перейти к очень и очень серьезным результатам далее то есть обычно эти люди сторонники власти и порядка то есть они признают они соблюдают они поддерживают все то что касается законности власти ну и сами сами не только соблюдают это но и предлагают другим людям с кем они общаются тоже в общем то идти в этом ключе что еще эти люди и часто бывает на воздухе они закаливают свой организм как правило и что дает им возможность поддерживать и функционировать достаточно долго то есть здоровом теле здорового духа как говорится что еще что еще ну финансовое положение да как я уже отметил финансовое положение достаточно благополучное то есть они действительно делают деньги единственный момент какой может быть они они могут податься искушению риску то есть они могут пойти на риск ну и риск не всегда может быть оправдан дорогие друзья поэтому будьте с этим осторожным то есть это может привести и к разорению тоже ну в целом в целом они добиваются добиваются и финансового хорошего финансового положения что еще можно сказать ну очень и очень были бы полезными рекомендациями для этих людей начинать какие-то проекты и какие-то скажем назначать совещания митинги какие-то на те числа которые соответствуют вот влиянию этих планет то есть это все то что связано с единицей во первых то есть первого десятого девятнадцатого и двадцать восьмого числа а также что интересно стройкой почему стройки потому что тройка это юпитер то есть это третьего двенадцатого двадцать первого и тридцатого числа то есть вот понятно 1 3 10 12 12 21 28 19 чисел и тридцатого числа вот такие в большей степени единицы ну а дальше следующего уже Это тройка числа, которая оканчивается на три, короче говоря, в сумме дают число три. Что еще? Камни, драгоценные камни, которые мы должны все, ну как и желательно носить, это камни, соответствующие этим планетам, то есть каким планетам? Солнце, то есть это желтый, золото, скажем, бронзовый, золотисто-коричневый, это те цвета. Дальше это Юпитера, это фиолетовые, там какие-то, может быть, оттенки розоватого, лилового, фиолетово-пурпурного цвета. Это Юпитер, вот, к примеру, аметист. Дальше, самые счастливые камни, самые счастливые камни, это алмаз, это паз, это янтарь и аметист тоже. Ну вот это те камни, которые соответствуют тем планетам, поскольку планеты, проявление энергии воздействия от планеты у нас на Земле, это камни, которые мы должны носить, и это помогает там, ну каждый камень на определенном пальце желательно носить, тогда он, так сказать, помогает, ну и снижает негативное влияние планет, если у нас таковы и есть, ну и усиливает позитивное влияние сильных планет. Но алмаз вообще серьезный, камни сегодня, один из дней, когда он тоже играет большую роль, как я понял. Ну, алмазы, вообще-то говоря, бриллианты, алмазы, да, следовало бы носить не только, конечно, в этот день, но в то же время, скажем, это в зависимости от психотипа, не только психотипа, точнее, человека, это в зависимости от его гороскопа. Скажем, если я ношу камень, перстень с этим камнем, то это для устранения каких-то тех вещей, которые у меня стоят негативно, планеты в моем гороскопе стоят, но это в основном свойственно людям, которые, точнее, женщинам, я бы так сказал, в большей степени, которые родились 6, 15, 24 числа. То есть для них это самый благоприятный камень, ну, особенно если Венера в их гороскопе стоит не в хорошем состоянии, тогда им просто, так сказать, очень серьезная рекомендация носить эти камни. Дальше. Надо сказать еще, отметить один момент о том, что в этот день, 19 декабря, родился наш незабвенный Леонид Ильич Брежнев, который всегда призывал звать его только просто. Зовите меня просто Ильич. Просто Ильич, да. И, ну, все те качества, которые были перечислены, они относятся к самому Брежневу. Единственный момент, о котором меня хотел бы еще остановиться, о том, что 19 число относится к некоторым числам, которые называются кармическими. То есть в данном случае 19 – это кармическое число. Там есть несколько числа, которые называют кармическими. Кроме мастер-числа, которые 11-22, это мы уже говорили, есть еще 16 число, 19 число, 13 число. Вот 19 число – это кармическое число. То есть это, его называют еще по-единому, это числом неоплаченного долга. То есть о чем идет речь? Речь идет вот о чем. О том, что в прошлых воплощениях человек вел себя достаточно авторитарно. То есть он не слушал других людей, он считал, что он знает лучше, чем остальные люди, он не считался с их мнением, и он не следовал советам, которые ему предлагались. Это будет означать, что в этой жизни этот человек будет иметь какие-то проблемы. Скорее всего. Но зная об этом, он, конечно, может это все убрать, как мы беседовали на наших каналах с астрологами. Ну, в какой-то степени карму можно переписать. И в данном случае это тоже надо момент знать и работать над собой. Поэтому сегодня надо свое эго как можно сильнее убрать, потому что что такое единица, что такое солнце? Это, во-первых, очень и очень серьезное эго. Солнце. Ну, кто может затмить солнце? Солнце же самое главное. То есть если я такой весь из себя царственный, весь из себя такой светящийся, так мне никто не указ. Я сам знаю, как делать. И это то, что называется эго. А вот здесь есть нюансы очень серьезные. Чему надо было бы, так сказать, следовать, и что надо было бы знать всем, кто родились в этот день. Ну, это то, что сегодня касается 19-го числа, 19 декабря 2016 года. О чем еще хотелось бы поговорить? Эта тема относится, имеет отношение к нумерологии. Эта тема очень необычная, может быть. Она, то есть, тот предмет, о котором мы будем с вами говорить, он... не все будут, мягко говоря, с этим согласны. Речь идет о такой... о нашем удостоверении. То есть... Удостоверении личности. Удостоверении личности, да. Как мы все знаем, во всех странах принято это называть паспортом. Что такое паспорт? Ну, если мы переведем пэспорт, пэс, порт, разделим это на две части, то пэс – это дорога или путь, а порт – это сокращенное слово портал. То есть, названия случайно, откуда-то, просто так они не падают, не берутся, они всегда имеют какое-то свое значение. И в данном случае паспорт, паспорт, тоже имеет свое значение. Мне хочется провести несколько, так скажем, аналогий, о чем идет речь. Удивительно просто, ну, дело в том, что не секрет, наверное, уже, то, что я 20 лет занимаюсь таким понятием, которое называется «Стак Паркет», или это биржа. И я был свидетелем того, что происходило в определенные даты. Вот, значит, о чем идет речь? Речь идет в первую очередь о… «Септембр 11» 2001 года. Значит, 11 сентября… 11 сентября 2001 года. И мы хотим посмотреть фильм, который вышел в 1999 году. 31 марта 1999 года вышел фильм под названием «Матриц». «Матриц». Ну, как известно, в Соединенных Штатах Америки есть такое понятие, которое называется водительское удостоверение или «Драйверс Лайсенс». Ну, не надо носить паспорт, на самом деле. Нам, если мы перелетаем с места на место, допустим, в пределы Соединенных Штатов, не нужно предъявлять паспорт. Достаточно водительского удостоверения. «Драйверс Лайсенс». И «Драйверс Лайсенс» указаны некоторой датой. В данном случае указана дата, когда этот «Драйверс Лайсенс» водительского удостоверения выпущено и когда оно истекает. Так вот, если мы посмотрим этот фильм еще раз и обратим внимание, там показан «Драйверс Лайсенс» мистер Эндерсон или НИО, то его expiration date – 11 сентября 2001 года. Совпадение? Может быть, совпадение. Может быть. Но с другой… Совпадение вероятности, совпадение такое представляется маловероятно. Дальше больше. То есть, фильм вышел за два года, пять месяцев и одиннадцать дней, одиннадцать дней, имейте в виду, до события, печального события 11 сентября 2001 года. То есть, одиннадцать-одиннадцать, так. Дальше мы посмотрим, что было в этот день. Помимо того, что мы знаем, что было, и самолеты врезались в эти башни, эти башни зарушены были. Но я в этот день был на бирже. Я видел в реальном времени, как это все происходило. И маркет еще был открыт, вообще-то говоря. Биржа еще была открыта. Ее потом закрыли, эту биржу, на несколько дней. Потом мы открыли ее, и было сразу падение на... Вот такой гек был, на шестьсот шестьдесят пунктов. Это я помню, я тогда в этот момент присутствовала. А потом продолжалось это падение, все вниз и вниз. Следующий фильм, о котором пойдет речь, это фильм, который называется «Луси». В котором играет Скарлетт Йоханссон. Кто-то видел этот фильм. И там тоже есть expiration date. Дата истечения этого же драйверс-лисенса. И ее показывает. Стоит дата. 24 августа 2015 года. Ну, эта дата многим ничего не говорит. Но мне, как трейдеру, она говорит. Потому что в этот день я был на маркете. И вдруг, ни с того ни с сего, началось, все начало падать вниз со страшной силой. И вот, маркет, то есть биржа останавливалась. И такого никогда не было в истории 1200 раз. То есть, искусственно останавливали биржу, иначе мог бы произойти что-то, в общем-то, непоправимое. С одной стороны, это защита, скажем, тех, которые в этом деле участвуют, трейдеров. С другой стороны, это что-то непонятное, что-то могло происходить. Никто ничего не знал в итоге. И вот, маркет открылся, биржа открылась на 1200 пунктов ниже предыдущего закрытия в предыдущий день. 23 августа на 1200 пунктов. Это, соответственно, с Dow Jones. Dow Jones. Сейчас мы не будем анализировать, как и что. Ну, предположительно, были слухи о том, что в Китае была взорвана вот эта ядерная бомба, или то, что там было применено какое-то ядерное оружие. В общем-то, слухи были. Слухи не подтвердились, естественно. Ну и после того, как это все упало, оно стало подниматься и идти вверх. Я присутствовал на этом, принимал непосредственное участие. Это было, конечно, очень тяжело. Но сейчас не тема, как это я, что я потом делал и как я это делал. Но я хочу перейти к другому фильму, о котором пойдет сейчас речь. Это фильм вышел на экраны 22 января 2016 года. То есть в этом году он вышел на экраны. И фильм называется «The Fifth Wave» – «Пятая волна». Пятая волна. То есть, вообще-то говоря, пятая волна, почему пять? Ну, есть очень серьезная, скажем, такая техника, где все идет в волнах, и это пять волн. То есть первая, вторая, скажем, если что-то идет падение, то идет первая волна, подъем вторая, третья волна, четвертая и пятая. Так вот, третья самая длинная, пятая самая заключительная, которая конец, скажем так. Вот фильм называется «Пятая волна». Так вот, если мы добавим к этой дате 22 января 2016 года 389 дней, простите, как это было в фильме, скажем, «Люси», то мы получим дату 14 февраля 2017 года. 14 февраля. Как мы знаем, ну, предположительно, по прогнозам, в марте месяце 2017 года могут происходить какие-то достаточно серьезные события. Ну, возможно, это что-то будет происходить, но вот такая дата есть – 14 февраля 2017 года. Ну, и, как мы знаем, инаугурация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа будет 21 января. Дальше. Как в фильме с «Матрикс», если мы добавим 895 дней, то мы получим другую дату, это 5 июля 2018 года. 5 июля 2018 года, ну, пятая волна, 5 июля, ну, возможно, тут есть какое-то тоже совпадение, что будет дальше, мы не знаем. Но у нас есть такие даты, и, возможно, в эти даты может что-то произойти. То есть, если мы будем, скажем так, считать, что в марте 9-го числа 2009 года, мы говорим сейчас о бирже, стак-маркете. Маркет дошел до батом, это было с 3 шестерки. Очень интересное число, 3 шестерки. 3 шестерки – это имеется в виду S&P 500, и тоже это была дата, а сейчас мы говорим о 15-м февраля 2017 года. То есть, 1 плюс 5 – это 6. То есть, дата была 14-го, мы сейчас говорим про 15-е. Так вот, в этот период, 14-го, на 15-е может что-то произойти. Дорогие друзья, это не с точки зрения каких-то страшилок и пуганий кого-то, но это с точки зрения нумерологии. С совпадением, ну, пожалуйста, можно считать, что это совпадение. Но на самом деле, можно на календаре пометить эти даты, и, так сказать, быть готовым к чему-то, то, что может произойти. Но вот об этом мне хотелось поговорить. По всей вероятности, на этом мы можем закончить нашу программу, этот сегмент нашей программы. И я желаю всем вам не заморачиваться вот этими негативными какими-то вещами, а жить в позитивном все-таки настроении. И именинников, которые родились 19-го числа, декабря, 19-го декабря, хочется поздравить с днем вашего рождения, и пожелать вам всего доброго, всего хорошего, всего светлого и счастливого. Спасибо, Майкл. Спасибо за интересный рассказ. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова